Коронавирусная инфекция все еще не дремлет. Только сегодня в Чувашии выявили 150 новых случаев заболевания. 11 человек госпитализировали. Вакцинация по-прежнему остается самым эффективным способом предотвратить коронавирус. Если раньше мы делали прививку, то сейчас ревакцинироваться можно и другим способом – назально. Болезнь легче предупредить, чем его долго и мучительно лечить. Я это прошел на своем примере. Потому что два года назад я переборил ковидом и целый месяц пролежал в больнице. Александр Яковлев понял, что лучше сделать прививку, чем так мучиться от вируса. Вакцинируется он во второй раз. Если раньше ему делали укол, то на этот раз препарат распылили в нос. Процедура прошла очень даже безболезненно. Если кто-то боится уколов, но здесь уколы бояться не надо. Это обычные капли в нос. В Чувашию поступили специальные насадки-распылители для того, чтобы вакцинироваться назально, то есть местно. В основном такой вариант рекомендован уже для повторных введений дозы. Как мы знаем, последние подтипы штамма омикрон – это и штамм стелс, и кентавр, и другие. Они в основном входят через носовые ходы. То есть входные ворота для них – это эпители носоглотки. И здесь очень важно поддержать местный иммунитет слизистых, или, как мы говорим, указальный иммунитет. Вот данная вакцина, она предназначена как раз для этих целей. Процедура проходит безболезненно. Нос не раздражается, чихать не хочется. Единственная рекомендация – не есть, не пить и не курить после вакцинации в течение часа-двух. Это нужно, чтобы вакцинация смогла прикрепиться. По переносимости данный метод даже легче. Нет болезненности на месте инъекции, высокой температуры и мышечных болей. Но, тем не менее, врачи рекомендуют первые два дня не нагружать себя лишними заботами. Милиана Алексеева, Юлия Адюкова, Игорь Зверев, Республика.